Сегодня в программе «Указывая путь». Воскресение Иисуса Христа – абсолютное основание христианской веры. Если вы по-настоящему верите в воскресение Иисуса, вы смените свое разлагающееся тело на вечное, неприходящее тело. Вы должны посмотреть смертью в глаза и сказать «Ты не можешь мучить меня, потому что Иисус сломал твое жало». Сегодня в программе. 15 глава первого послания Коринфянам. Это жизненно важная глава, написанная для верующих. Это предпоследняя проповедь серии под названием «Здоровый образ жизни», «Здоровая духовная жизнь в умирающем и больном мире». В этой длинной главе, а это одна из самых длинных глав Библии, апостол Павел дает нам шесть вещей, которые должен знать каждый верующий в Иисуса о том, что будет с ним или с ней через одну секунду после их смерти. Даже если вы не верующий, вам нужно знать, что переживают после смерти верующие люди, и я молюсь, чтобы это стало для вас стимулом стать верующим в Иисус. Первое, что Павел говорит нам в стихах с 1 по 11, это то, что воскресение Христа из мертвых – единственное, истинное воскресение. Во-вторых, он говорит нам, что только верующие в Иисуса Христа воскреснут. Так же, как Иисус. Это стихи с 12 по 19. В-третьих, он говорит, что все истинно верующие живут между двумя Пасхами. Я объясню, что я имею в виду. Стихи с 20 по 28. В-четвертых, это жизнь, генеральная репетиция настоящей жизни, которая ожидает нас впереди. Это генеральная репетиция. То, что вы практикуете в этой жизни, это то, что вы испытаете в жизни реальной. В-пятых, в стихах с 35 по 49, мы видим, что мы сменим свои тела. Я очень скоро объясню, что имеется в виду. В-шестых, стихи с 50 по 58 говорят о том, что вы можете жить с воскресшей жизнью здесь и сейчас. Воскресение Христа – это первое истинное воскресение. Так что же это означает? «Воскресение Иисуса Христа после трех дней, проведенных им в могиле, является абсолютным основанием христианской веры». Услышьте меня! Никто не может утверждать, что был спасен через кровь Иисуса Христа и отрицать целесное воскресение Иисуса. Вот почему апостол Павел абсолютно уверен, что мы имеем доказательство воскресения, потому что свидетельство о Его воскресении неоспоримо. У этого события было 500 очевидцев. Жизни Его учеников, а также жизни других очевидцев, полностью изменились. Последователи Христа и очевидцы были рады умереть за Него, потому что они видели Его воскресшим из мертвых. Итак, я хотел бы показать вам, что коринфяне вовсе не сомневались в воскресении Иисуса. Я объясню вам, почему Павел говорит об этом в 15 главе. Они не сомневались в воскресении Иисуса. Они сомневались в Своем воскресении. И я покажу вам, почему их культура повлияла на их мышление. В связи с этим апостол Павел связывает воскресение Иисуса с нашим воскресением. Они говорили, да, мы верим, что Божественный Сын Божий воскрес из мертвых, но мы не уверены в Своем собственном воскресении. И Павел сказал, что за воскресением Христа следует наше воскресение. Почему? Потому что если они правильно поймут воскресение Иисуса, они и сами воскреснут. Если бы они понимали, что наше воскресение неразрывно связано с воскресением Иисуса, если бы они понимали, что воскресение Иисуса и наше воскресение, окончательно и бесповоротно связаны между собой, если бы они понимали, что Иисус первый, кто воскрес из мертвых, и Он никогда больше не умрет, то они поймут и Своё воскресение. Услышьте меня сейчас и не путайте. Даже когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, несколько лет спустя Лазарь умер. Когда Иисус воскресил из мертвых сына вдовы из города Найн, этот мальчик вырос и умер. И только Иисус имел истинное воскресение, потому что Он воскрес, чтобы никогда больше не умереть. Во-вторых, только верующие в Иисуса воскреснут так же, как Иисус. Посмотрите стихи с 12 по 19. Бог говорит нам, что поскольку Иисус воскрес из мертвых, каждый, кто возлагал свою веру и надежду только на Иисуса, тоже воскреснет из мертвых, как и Иисус. Воскресение Иисуса и воскресение верующего должны идти вместе. Невозможно иметь одно без другого. Вам нужно знать кое-что еще, о чем апостол Павел говорит в 15 главе 1-го послания Коринфянам. Он говорит о влиянии культуры на церковь. И мы видим это сегодня. Культура влияет на церковь, а не церковь влияет на культуру. В греческой культуре 1-го века греки отказывались верить в воскресение тела. Почему? Потому что они считали тело злом. Только душа хороша. И поэтому они не хотели, чтобы душа или дух были заключены в другое тело. И поэтому они повлияли на мышление церкви. Культура того времени считала, что тело — это тюремная камера, а душа заключена в тюрьму телом. И душа стремится освободиться от злого тела из этой тюремной камеры. Итак, Павел учит, что у верующих будет новое, воскресшее тело. И это было немыслимо для греческой культуры, которая повлияла на коринфскую церковь. Они говорят, что коринфские верующие были готовы поверить, что Иисус воскрес из мертвых, потому что Он божественный Сын, Божий, но не воскресение христианских верующих. И Павел говорит в этом разделе, что если мы не воскреснем из мертвых, то Иисус не воскрес из мертвых также. И если Иисус не воскрес из мертвых, тогда Евангелие проповедано вам напрасно. И ваша вера во Христа ничего не стоит. И тогда все те сотни людей, которые были очевидцами воскресения, просто лжицы. Более того, это означает, что грех не побежден, что смерть не побеждена, что победа над грехом невозможна, и все умершие верующие верили напрасно. В-третьих, стихи с 20 по 28. Верующие в Иисуса живут между двумя Пасхами. Две Пасхи. Первая Пасха была днем воскресения Иисуса, Его телесного воскресения. Воскресение тела из могилы. Вторая Пасха — это день, когда мы явимся в наших воскресших телах. Вопрос, что Павел имел в виду, говоря, «Иисус — первенец из мертвых», то есть первый плод. Что такое первый плод? Нужно понимать практику, которая применялась на протяжении всего Ветхого Завета, и тогда вы поймете, почему Иисус является первым плодом воскресших из мертвых. Первая Пасха была первым плодом. Вторая Пасха будет жатвой. Евреи в Ветхом Завете были аграрным обществом. Так что же они делали, когда видели, что урожай готов к жатве? Они брали около 10% от того, что у них выросло. Они брали эту часть созревших плодов, приносили ее священнику в храме как первый плод. Пока они не принесут Богу первый плод, они не могли вернуться и собрать урожай. То же самое происходит и с воскресением. Первый плод — воскресение Христа. Это и есть первый плод. И поэтому наше воскресение будет жатвой. Послушайте, было время, когда вас не было. Но никогда не будет времени, когда вас не будет. Все будут жить вечно. Вопрос только в том, где вы будете жить. Существует всего два места. В 22 стихе он говорит, что Адам был первым плодом целесного творения. Адам был первым плодом греха и непослушания. Адам был первым плодом целесной смерти. И в результате все мы пожали боль и печаль, грех, горе, слезы и смерть. В этой жатве участвовало все человечество. Первым плодом была смерть и непослушание Адама. Но только те, кто во Христе Иисусе, будут участвовать в воскресении верующих. Я должен это пояснить. Послушайте внимательно. Все человечество заразилось грехом Адама, но только те, кто принадлежит Иисусу Христу, получат противоядие от этой инфекции. Все человечество подхватило бактерию смерти, когда Адам проглотил ее в саду. Но только те, кто во Христе Иисусе, получат исцеление от вечной смерти. Послушайте, я понимаю, что сейчас нам трудно воспринять слово о воскресении, потому что все умирают. Но в стихах с 24 по 28 Слово Божие говорит, что наступит день, когда Иисус видимым образом перед всеми мирами и перед всеми, кто когда-либо жил, подчинит себе всех своих врагов. Сегодня имя Иисуса используют как ругательство, но в тот день люди склонятся перед Ним. Сегодня имя Иисуса запрещено упоминать публично, но в тот день те, кто отверг Его, будут горько плакать о том, что они так поступали. Сегодня, может быть, в обычной мирской компании мы не говорим об Иисусе, но наступит день, когда эти люди проведут всю вечность печали, они проведут ее в раскаянии, но будет уже слишком поздно. И далее, в-четвертых, это жизнь для верующего. Всего лишь генеральная репетиция. Послушайте, во время земного служения Иисуса существовала иудейская секта, которая не верила в воскресение. Большинство фарисеев и все остальные верили в воскресение тела. Но эта конкретная секта называлась саддукеями. Если вы хотите запомнить, как они назывались, назовите их так. «Уйди, старушка, я в печали». И вот что сказал им Иисус. Не знаете. Ни Писания, ни силы Божьей. А почему? Потому что... «И услышьте меня сейчас». Правильное учение приводит к правильной жизни. Правильная вера порождает нравственное поведение. Библейское знание дает силу для жизни. Мы можем посмотреть стихи с 29 по 34. Павел говорит нам, что если убрать воскресение, если отрицать эту фундаментальную, основополагающую истину Божьего искупления, если сомневаться в своем вечном будущем, если бояться того, что находится за пределами могилы, то мы не только будем жить с бессильной жизнью, но мы будем жить с беспорядочной жизнью. Почему же так? Потому что если вы рассматриваете эту жизнь просто как генеральную репетицию следующей, настоящей жизни, то вы поймете, что эта земная жизнь слишком коротка по сравнению с вечности. Я абсолютно убежден, что если верующие будут открыты и свободно говорить о своей уверенности в небесах, мы повлияем на нашу культуру. Проблема в том, что многие верующие проявляют по отношению к смерти пессимизм, страх и суеверие, так же, как, впрочем, и неверующие. Вместо того, чтобы радоваться каждый день из-за того, что мы на один день ближе к нашему вечному дому, мы выглядим так, как будто нас крестили в уксусе. Кому такое понравится? С каждым днем мы все ближе к возвращению домой. Когда мы придем домой, мы не будем беспокоиться и жить с тревогой. Не стоит недооценивать уверенность в небесах для верующего, и не нужно стесняться говорить об этом открыто. Это возлюбленное. Наше собственное воскресенье – одно из величайших обещаний, которые дает нам Бог, и Он дает Его всем своим детям, уверовавшим в Него. Возможно, здесь или среди тех, кто смотрит нас в любой части мира, есть те, кто верят, что Иисус – их Спаситель, но они боятся своей смерти. Послушайте, этот страх исходит прямо от сатаны. Его источник не Бог. Единственная причина, по которой вы могли бы бояться, это если вы еще не примирились с Господом. Это единственная причина. И вам нужно сегодня же избавиться от этого страха. Вы можете начать рассматривать эту жизнь как генеральную петицию для будущего. Вы можете начать подготовку к вашему вечному дому. Возможно, вам придется пересмотреть свою земную волю, чтобы отразить ваши ожидания небесного наследства. В 31 и 32 стихах апостол Павел говорит, что из-за своей абсолютной уверенности в воскресении он претерпел лишения и страдания, он многим жертвовал, он пережил сражения со львами в Эфесе. «Послушайте, единственное, что заставляет вас терпеть жестокое обращение и насмешки, это осознание того, что эта жизнь всего лишь генеральная репетиция. В 5 стихе, с 35 по 49, произойдет то, что я называю великой сменой тела. Там произойдет смена тела». 35 стих говорит, «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Слава Богу, мне не нужно отвечать на этот вопрос, потому что ответ находится в 36 стихе и далее. Павел дает ясный ответ. Это похоже на то, как в землю сеется семя. Вы кладете семя в землю? Оно растворяется в земле, и на его месте появляется много зерна. Бог, который участвует в процессе посадки и сбора урожая, это тот же Бог, который участвует в процессе нашей телесной смерти и воскресения. Когда Господь Иисус говорил о Своем теле в 24 стихе, 12 главы Евангелия от Иоанна, Он сказал, «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Услышьте меня сейчас. Когда Иисус был распят и умер на кресте, и когда Он был погребен, Его тело перестало существовать. Его тело, с которым Он жил 33 и треть года, перестало существовать. Однако Его Отец, сверхъестественным, предоставил Ему новое тело. На место прежнего тела пришло новое, воскресшее тело прославленного Господа Иисуса, настолько радикально отличавшееся от Его земного тела, что, если вы помните, ученики Эземауса сначала Его и не узнали. Его прославленное тело больше не было ограничено временем, пространством и природной субстанцией. Его воскресшее тело было совершенно иным, каким будет и воскресшее тело каждого верующего. Но, послушайте, я попробую ответить на вопрос, который мне часто задают. Я знаю, этот вопрос волнует многих. Несмотря на то, что семя может радикально измениться, когда оно будет посажено в землю, и когда наши тела распадутся, появится новое растение. И что же это будет? Это все же будем мы с вами. Это не будет другой человек. Это будет другое тело, но не другой человек. Итак, после Своего воскресения Господь Иисус Христос был тем же самым Иисусом, но в совершенно другом теле. Мы обретем новое тело. А вот что должно произойти. Мы сменим свое тело. Но не изменится то, кем мы являемся. Мы останемся собой. У нас будет прославленное тело. У нас будет идеальное тело. Мы не перестанем быть теми, кто мы есть, но у нас будет сверхъестественное тело, подобное Иисусу после воскресения. Это то, что я называю великой заменой тела. Надеюсь, вы готовы к этому. Посмотрите на стихи 42. Мы попрощаемся с этим телом, с этим смертным телом, и получим тело непорочное. Мы обменяем разлагающееся тело на вечное, неприходящее тело. Мы заменим тело, способное порочить имя Господа, на тело, которое будет почитать его все время. Мы обменяем тело, слабое в сопротивлении искушениям, слабое в сопротивлении греху, слабое в сопротивлении болезням и сокрушенному духу, на тело, неуязвимое для искушений, болезней, греха, страданий и боли. Мы обменяем наши естественные тела на сверхъестественные. И вот что происходит, когда в момент смерти вы закрываете глаза, вы выходите из палатки и входите в обитель. И это удивительно. Вот почему апостол Павел говорит фессалоникийцам, что когда верующий умирает, не стоит печалиться, как печалятся неверующие, не имеющие надежды. Почему? Потому что это всего лишь временное прощание. Номер шесть — это стихи с 50-го по 58-й. Сам 58-й стих — это один из стихов, которые я часто цитирую, когда подписываю свою книгу. «Будь тверд и непоколебим». Если вы верите в воскресение Иисуса Христа, вы должны суметь посмотреть смерти в глаза и сказать, «Давай смерть! Сделай мне приятное!» Потому что ты дашь мне возможность получить мое прославленное тело. Ты дашь мне возможность увидеть моего Господа и моих близких. Ты дашь мне возможность показать себе, что ты больше надо мною не господствуешь. Возможно, ты думаешь, что разрушила отношения в семье. Возможно, ты думаешь, что разрушила любовь в семье. Возможно, ты думаешь, что можешь принести горе моим близким. Но смерть! Ты не можешь больше меня мучить, потому что Иисус сломал твое жало. Иисус разрушил твою силу. Иисус выбил тебе все зубы. Он обезглавил тебя. Он вырвал тебе когти. Он поразил тебя. Он обезоружил тебя. Он уничтожил тебя. И поэтому я буду тверд и непоколебим. Так будет всегда. Потому что я знаю, что мой труд для Господа не напрасен. Потому и мы будем тверды и непоколебимы. Всегда будем преуспевать в деле Господнем. Господа Господа Субтитры создавал DimaTorzok